Русские, когда одевают народные костюмы, они красивы становятся. Когда они одевают европейские костюмы, часто уродливо выглядят, честно говоря. Русским идут их родные костюмы. Но мы носим всё, что угодно. Мы почему-то, наши женщины, решили, что они должны одеваться как итальянские модели. Наши женщины дородные, дородом предназначены. А модель что может родить? Косточку. И когда наша женщина стоит в бутике, бутик, знаете, что такое? Это маленький магазин от русского злоу-будка произошло. Когда вы в бутике стоите, я стою и смотрю, наша женщина пытается надеть топчик Армани. Вот с двумя бивнями вот этим стоит. А Армани даже не знал, что такое бывает у женщины. Потому что он гамаки не шил никогда. Он на модели шил. И она втиснулась в это. Ужас стоит, дышать не может. Говорит, и не зудчик. Куда тебе ещё не зудчик? Надень сарафан, платье. Это красиво. Знаете, почему женщины славянские не носили брюк? Энергия рассекается женская. От этого бесплодие может быть. Поэтому женщины не должны никогда сквернословить. Потому что от этого может быть бесплодие. Мужики тоже, когда сквернословят, вот среди окружающих, ведёт к бесплодию. К импотенции ведёт. Но это ж никто не знает практически. Потеряны традиции. Я вообще хотел бы вам сказать, раз здесь собрались люди простые, по свету стоящие, я хотел бы вам сказать, знайте, что наша история гораздо глубже, чем думают учёные. Я езжу на раскопки. Я, чтобы иметь право такое утверждать, не фантазиями занимаюсь. Я ищу доказательства. Я прочитал Ломоносова, прочитал этих немецких учёных. Я прочитал множество летописей. И получается всё враньё. Рюрик, который пришёл на Русь, никогда не был шведом. Швеции в то время практически не было. Более того, в Швеции в то время не было ни одного города. А у нас в это время был город Веденец, Городец, Ладога, Новгород, можно другие. И шведы, и скандинавы, нас, славян называли страна гордариков, городов. У нас уже города стояли. Но мы были крестьянской страной. Третьи сыновья в крестьянских семьях, последние сыновья, никогда не имели права ни на что. И поэтому они сбегали в разбойники, как сегодня уходят в бандиты многие. Это солнцевские, балошихинские. Вот это и есть варяги. Варяги — это международное бандформирование. Из славянских пацанов и братанов. Знаете, я солнцевских ребят знаю. Они нет-нет, да вернутся к родителям, защищать папу с мамой. И славянский князь Костомысл, который княжил в Новгороде, понял, что хазары, германцы — большая опасность для славян. Надо позвать варягов. То есть тех, кто умел. Вообще, слово варяг, и мне интересно расшифровывается, защитник. Потому что варежки — это тоже от слова варяжить, защищать. Они защищают от мороза. И славяне варягов считали своими защитниками. И вот пришли три внука Костомысла от его дочери Умилы. Это были славянские ребята. Но жили они на берегу Балтийского моря. И берег назывался Поруссия. То есть Поморская Руссия. И сегодня мы знаем Пруссия. Но никто не обращает на это внимания. Но эти все данные я не придумал. Они есть. Просто лень, как починить качающийся столик, так же лень залезть в эти летописи. Я обязательно буду создавать фильм документальный об этом. Ломоносов писал, что история славян на две тысячи лет глубже, чем об этом пишут ученые. Об этом писали многие. В советской энциклопедии есть такая глава. Называется «Винеты». И написано. Винеты жили по всей Европе две тысячи лет уже до нашей эры. В некоторых обозначены три тысячи лет. И в скоках? Славяне. Это наши предки. Почему греки нас считали варварами? Греки, во-первых, всех считали варварами, кроме себя. Во-вторых, у нас не было армии, у наших предков. У нас не было Кремля. Жили родом. Поклонялись богам. Никогда славяне до прихода военной мощи и в Европу со своей кровожадностью и мясорубкой, чтобы вы знали, не приносили в жертву людей. Это придумки. Крестьяне никогда в жизни такого бы не сделали. Они никогда не могли совершить такой гадости, крестьяне. Они слишком чисты. Это когда пришли действительно служить скандинавы, они принесли эту традицию нам. И наша история гораздо славнее. Что значит? Слова «славяне» не было. Славяне – это люди, которые продолжали славить свои традиции. А те, кто они мели к традициям, назывались немцы. Немцы от слова «немые». Немые к традициям, к законам природы. Это все произошло гораздо раньше. У нас очень глубокие корни. Но мы поверили в то, что мы должны жить как Запад. Славяне единственные в мире мылись. Поэтому славянские царевны были великими королевами Европы. У Ярослава Мудрого дочь, которую звали Анна, знаменитая французская королева Анна. Но это тоже мало кто знает. И она правила вместо своего мужа-короля. И она писала отцу Ярославу Мудрому письмо в Новгород. «Папа, ты меня куда заслал? Здесь все не моются и воняют, как смертящие поросяты». Поэтому там была чума, а у славян не было чумы, потому что была баня. Славяне мылись, и был голодом. Потеряны самые лучшие славянские традиции. По одной простой причине мы вдруг решили, что мы должны носить штаны женщинам, что мы должны поклоняться Голливуду, что мы должны вместо наших героев человека-паука чтить, а еще человека-козла чтить, точнее. И мы живем не своей жизнью. У нас... Я практически проповедь читаю сейчас. У нас сатирик, читающий проповедь, грустная, вообще честно говоря. Но мы живем не своей жизнью. У нас не своя одежда, не свои часы, чужие туфли. Мы все чужое. Ничего, мысли не свои. Деньги мы чтим не свои. Машины не свои. Как не стыдно по феншую мебель наставлять? Вы что, без феншую не знаете, что нельзя кондиционер над унитазом вешать? Вы что, славяне, сдурели? Как вам не стыдно феншую придумали мудрецы китайские для обустройства царства мертвых? Но это никто не знает опять. Но когда пришли европейцы-торгаши, они сказали, бабок с мертвых не настричь. Надо бы для живых это употребить. И развели весь мир. Вы знаете, что был такой народ иллийцы. Они построили Трою. Так вот, иллийцы говорили на нашем языке на славянском. Более того, Турцию населяли хеты, хаты, хуриты. На нашем языке говорили. Венеды, кельты, даки, руссколаны, русы, росы, руги, раги, вены, ваны. Это все славянские, прославянские племена. Но они не были объединены. И поэтому их считали отстоем. У них гей-парадов не было. А раз гей-парадов не было, значит демократии вроде не было. А в природе не заложено это. Я никогда не видел голубого муравья или орла с неправильной сексуальной ориентацией. У славян это считалось позором. Мне очень хочется, чтобы хотя бы об этом речь пошла. А такие люди, как Георгий Магеевич Марков, сохраняли это словом. Я считаю, что слово это дрожь природы. Знаете, чем велик наш язык? Он идет от звуков природы. Наши предки, вы же знаете сами, пойдет мужик на охоту, он через три часа лучше слышит, будучи в лесу, дальше видит. Если не напьется, конечно, я понимаю. Так, залили всех, залили. Вот смотрите, это дети меня слышат лучше, чем мое поколение. А ученые меня вообще не слышат. Они не хотят, ну у них, их надо простить. У них степени, пенсии. Они боятся это потерять. И вот, допустим, как птица поет перед дождем. Вы же слышали все, пить, пить, пить. Вот вам и пить. Водичка набралась. Подражая птице, появился такой корень у слов. Пить. А потом питье. Но питье, это первое питание. Появляется питание. И целая вещь слов на этом корне разрастается в славянских языках. Проходит тысячи лет. Тысячи. Мы получаем общепит. Питомник. Даже битон, он живет все время битон. И даже пицца от этого корня. А как говорят, если хотят прогнать кого-то? Кыш, 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 кыш. Кошка. Потому что ее все время кыш, 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 кыш. А кот, это уже муж кошки. Ну, муж кошки это сильно сказано. У кошки, да, как-то я это загнул. Но эта кошка, муж скоро тоже чушь сказал. Все чушь. И смотрите. Говоришь ребенку, чш, чш. На любом языке мира ребят говоришь, чш. И он затихает. Вот в чем? Это какая-то волновая механика. Это явление резонанса, дрожи природы. Русские говорили дрожь. Слово резонанс не наше. И вот чш, и ребенок затих. Только у нас слово. Тише. Чш, говорят все. А тише только мы говорим. И тишина потом. А потом тихо. Чередование произошло. А потом затихариться. Притихнуть. Тихушник. Тишинский рынок. И уже все. Более того, утеха. Потеха. А что такое утеха? Утеха и миловаться. Это любить друг друга. А теперь поганое слово секс. И молодые люди не знают, что лучше утеха, чем секс. Потому что утеха по любви, а секс просто так. И они не знают, что радость от любви, от миловаться. А что за выражение? Я не стесняюсь при детях это говорить. Потому что я ничего плохого не говорю. Когда по-английски говорят. Будем вечером заниматься сексом. Это вообще. Ты что, на бирже, что ли? Кстати, слово бирже от русского слова произошло. Есть английское слово bargain. Означает сделка. А по-русски это барыга. Буржуа это от слова bargain. То есть биржа это место сборища барыг. Наш славянский мозг отторгал торгашей. Торгаш отторгал мозг. Мы не признавали торгашиство. Мы торгашей называли заморышей. За море приехали. Иван Грозный выгнал заморышей на мороз. Поэтому его до сих пор стараются клеймить позором. А Иван Грозный очень любил, за простой народ был. Он коснил в своей жизни 4 тысячи человек. 4. Много. Но в его время Елизавета Первая в Аглии 80 тысяч. А король Франции в его время Ивана Грозного в одну ночь 30 тысяч. В орфоломейскую ночь. Им памятники стоят. А у нас Иван Грозный. У нас другое. А Петр Петра Первым учтим, а он одну треть населения вырезал. И говорил, что русский народ надо казнить. Потому что он, это народ, как-то он страшно называл, чуть ли не месиво какое-то. Вот как-то он очень не любил это. А его учтим, у нас вообще все перепуталось. Слово страдать означало убирать страду. Страду убирать. А теперь страдать. В какой-то момент нашим предкам очень обленились они. И для них стало работать страдать. А неделя это не 7 дней. Неделя это воскресенье. Поэтому понедельник, понедельник, следующий день. Неделя, воскресенье. Потому что один день выходной означает ничего не делать. Один день ничего не делать. А не 7 дней. А потом захотелось все 7 дней ничего не делать. И вот так изменились даже слова. Значение слов изменились. Насколько мы обленились. И стол не можем починить. Ну, вы понимаете, это стыдоба. Раз навсегда забываешь, это стыдно. Вот я вся дома не позволяю, чтобы качались столы, стулья, ножки. Я хочу, чтобы у меня все было в порядке. Почему? Потому что я тогда в голове все в порядке. Есть чудное выражение, которое непереводимо ни на один язык мира. Учиться уму-разуму. Уму и разуму. Это очень важно. Ум. Ум опасный. Дьявольский умен. Никогда не скажут дьявольский разумен. То есть ум это память. Напичкал памятью. Умный человек может изобрести атомную бомбу. Испытать ее. А разумный изобретет, но даже не скажет, что изобрел. И уж никогда не испытает. Сердце никогда не подвластно бесам. И разум не подвластен. Потому что разум это сердце. В русском народе сохранились выражения. Судить будем по закону или по справедливости. Перевести невозможно. Америкосам тупо скажете. А они скажут, что это же одно и то же. Нет. Справедливость это сердце. Это правда. Это природа. А закон это то, что придумано юристами. А у нас еще выражение по понятиям. А у них вообще крыша взрывается у иностранцев. Когда говоришь, мы живем или по закону, или по справедливости, или по понятиям. Причем в последнее время по понятиям. Там на верху-то точно по понятиям живут. И вот мне очень хочется, чтобы наш язык ожил. Он жив. Но чтобы его как живой водой вышли. Потому что месть, а на мести построены все голливудские фильмы, а это неправильно. Дети думают, что надо мстить. Неправильно. Месть означает меня ест. То есть месть тебя жизнь ест. Ой, сказки наши. Сейчас перейду, я вам расскажу сказки. Русский язык раскрывается, слова раскрываются. Как ни в одном языке, а другом. Я продолжу только вот сейчас еще. Вот сложное слово. Сложно. Означает все. Нужно. Будешь лгать, будешь сложно жить. Это просто русские слова как заповеди. Заповеди нужны были, когда потеряли глубинный смысл слов. И тогда надо было формулировать заповеди. А что такое грех? Горе. Будешь грешить, горе неминуемо. А что такое гордость? В христианстве всегда порицается гордость. Понятно почему. Гордость достать горе. Одно слово показывает, что не надо делать. Гордыня еще хуже. Это вообще тебе горе дыню ставит. Это я шучу. Так, что для зарядки напряженности. Ненавидеть, не видеть. Застит глаза. Зависть, зависимость. Смотрите, все грехи называют. И все в русском языке расшифровываются. И в то же время русский язык здравствуйте означает здоровы будете. То есть пожелание здоровья. А на западе просто здравствуйте. Там нет пожелания здоровья. А при расставании говоришь прощай. Мол, прости меня. Потому что русские всегда морду дают друг другу. Потом говорят, прощать надо друг друга при расставании. Богатый от слова бог, а не от слова бабки. То есть это у кого бог в душе есть. Ох, какой язык. А при любодеянии перелюбил ты парень. Русские люди обожают есть по ночам, а некоторые по нескольку раз. Одно русское слово и ставлю как чип в каждого. И уже будете думать в следующий раз. Не, не верю, что вообще есть не будете. Ну, хоть меньше будете есть. Чрево угодья. Червям угождать. Глистов корни. Вы понимаете, на какой язык у нас? И его испоганили инновации, инвестиции, модернизации, которые печется наш президент, означает слов устоев общества. Опять слов устоев общества. Какая модернизация? Ну, какую модернизацию можно проводить, вот выйдя отсюда. Вот что здесь вот так есть? Привести в порядок. Надо сначала, чтобы столы не качались. А потом уже говорить о модернизации. Модернизации. Провода по всей России торчат неизолированные. Дома престарелых падают. Какой модернизации? Медведев не видел России. Он ни разу нигде не был. Он ничего не знает. Ты по дорогам пройтись и подумай, что тут модернизировать. И зайди в придорожный туалет. Обязательно. Без ФСБ. Сам зайди. Посмотри, что модернизировать. Вот это слово очко. Это только в русском языке есть. Вот как его модернизировать? Модернизировать. С айпадом зайди. Как его в нано очко превратили. В каждом доме телевизоры 3D. Ты сам понял, что сказал? Я новости и по простому телевидению не могу смотреть. А ты мне еще 3D туда дай. Представляете, в каждом углу с утра по Шойгу. И МЧС в коридоре моется. Углепулка. Давайте лучше пространство. Пожалуйста. Я была в музее северской экологии, когда вы присутствовали. Вот так замечательно раскрыли тему баба Егип и Иванушка. Вот как она и вот. Давайте про... Я не про политику я просто слова говорю. Я не про политику я просто язык говорю. Я просто примеры привожу из сегодняшней жизни, чтобы людям как-то было понятно, в чем глубина и суть слова. И то, во что это превратилось сегодня, я просто сравниваю. А насчет сказок я что могу вам сказать? Вот дети любят сказки. А если перевести американцам сказку о колобке... О колобке. Это не может быть, чтобы не слышно. Вам не слышно? Если американцам перевести сказку о колобке... У них есть на английском слово колобос означает чудовище. Но без рук, без добрых. И вот колобок. А детям нравится? А если с логикой западной, ну ужас, а не сказка, триллер. Кусок хлеба пыльный. Валялся по дороге и его съесть хотели. Антилогика. В чем смысл колобка? Почему дети своей чуйкой... Чуйка это интуиция. Почему дети чуйкой... Чего ты там такое понимаешь, что что-то есть? Слово коло означало солнце. Отсюда все круглое солнце. Колодец, колесо, коло, дар, календарь и так далее. Это на очень древнем языке. Колобок это на боку вокруг солнца. Это земля наша. Ее испекли, просушили дед с бабой. Дед с бабой это две энергии божественных. Мужская и женская. Древние и мудрые. Испекли колобок. Но колобок, как тот кинейджер, который ушел из дома раньше времени. Не доучился вот. Знаний у него было маловато еще, чтобы ходить самостоятельно. И покатился вот. Встретились на его пути и война, и горе, и ненависть, и агрессия. Все пережил как колобок. Какая мудрость в конце. Рыжая торгашка леса. Банкирка. Пропиарила сладкую жизнь и колобока съела. Это сказка предупреждения. Не верьте торгашам. Не верьте тому, что вам пиарят красивую жизнь. Сказка про семерых козлят. Коза была мудрым животным у русского народа. Она ходила по камням. А камни хранят мудрость. И она говорила семерым козлятам. Мне тут отлучиться надо. Не открывайте дверь вот этим негодяям, которые придут в мир. Но волк так пропиарил красивую жизнь, что поверили козлята. Вот точно, как сегодня молодежь верит в дискотеки во все. Открыли, съел он шестерых. Проглотил даже, а не съел. Седьмой остался за печкой, спрятался. Это очень важный момент. Когда вот коза вернулась, а ему там было очень тяжело, седьмому козлевку пыльно, вообще жарко, грязно, он выкин пел. И он говорит маме, вот такая история произошла. Коза была мудрая, она понимала, что она в прямом бою не победит волка. Она пришла, а он уже костер, у костра греется. Ну, точнее, как сегодняшние капиталисты греют кузов в кострах. И она ему говорит, давай прыгать через костер. Перепрыгнешь, отдам себе седьмого козля. А ему все мало, надо еще и еще. И на этом он подорвался. Прыгнул, но он же обожравшийся был. И не перепрыгнул. И шестерых козлят выпустил. Мораль всей власти такова. Один козленок седьмой должен остаться в живых, чтобы хотя бы передать информацию. Вот таким козленком стал, знаете кто, простой русский народ. Он пережил, правда. Вы меня хватит за политику. Она из политики и жутко переживает за политику. Ну, из культуры, да. Тогда тем более. Вот седьмым козленком стал именно простой народ. И когда я сегодня у вас видел эти танцы, детишек. Да, жив козленок. Ему тяжело. Паутина, жарко, грязно. Столы качаются. Но, тем не менее, он жив. Жив курилка. Каждая сказка имеет тайный смысл. Когда гибло судно, запечатывали в бутылку записочку. И писали в записочке. Что произошло? Вот так наши пращуры написали, какая грядет беда на землю. Грядет рабовладельчество. Грядет власть. И упаковали эту мудрость в сказку. Такая же сказка о Бабе-Яге. Вы знаете, что Баба-Яга в юности была красавицей. Хорошенькой. Поэтому на нее вообще и загляделся. Он ей даже ступу подарил. Пятисот. И вообще, ну потом, ему другая Баба-Яга понравилась. Когда та постарела. И он ей выделил, знаете, недвижимость на краю света. Избушку на курьих ножках. Да, небольшую недвижимость. Почему на краю света? Да, чтобы она ему не докучала. А в это время в царстве, в 39-м, в 30-м, сбилась программа. Но король, который, в общем, был свят папровый, но корона ему прижимала. Он понимал, что-то сбилось. А вот сформулировать не мог. И он выдал программу. Пойди туда, неизвестно куда, принеси то, неизвестно что. Первые два сына были мэтажами. Вот волосы, скажите. Может быть, вам выйти, будьте добры. Потому что, действительно, у ребенка должно быть светлое детство. А про нашу мужу не рассказывали. Не надо мучить ребенка. Это неправильно вообще, кстати, ликуюсь. Тетишками ходить. И она... И вот первые два сына, они старше, они умные были. Очень. Они все законы знали. Говорят, батя, ты совсем с ума спит. Пойди туда, неизвестно куда. Что за задание? А третий дурак был. То есть, разумный. Он сидел на печи, перегрел свою чарку кундалини. Я так по-современному буду рассказывать. И был наполнен, как Илья Муромец. Он силой наполнился. Вот он думает, вот батя правильно что-то сказал. Пойду неизвестно туда, неизвестно куда. Только русский человек умеет ходить неизвестно куда. И приносить неизвестно что, он починить не может. А остальное, пожалуйста, все. И недаром русский человек полетел в космос. Потому что туда неизвестно куда. И Иван пошел. Пошел, куда глаза глядят. То есть, вообще не понимал. Чуйка мила. И к бабе Иге попал. А баба Ига, и Кощеев сказал, твори зло. А она была добрая по нутру. Но попала под Кощеев. Ну что делать. Она всю жизнь мечтала отомстить Кощееву. А силенок было маловато. Она косвенность, она отчетываться должна была перед Кощеевым. Поэтому, вы замечали, баба Ига никогда никого не съела в сказке. Только косточки разбросать специально. Отчет перед Кощеевым. Припиской бы занималась. Чтобы он, в конце концов, оставил ее в покое. И вдруг смотрит. Вот он. Светлауровый пришел. Ни замученный менеджерством. Ни топ-менеджер. И говорит, вот этот отомстящий. И говорит, ну ты еще дурак. Тебе поучиться у меня надо. Я тебя научу. Стали они заниматься йогой. Поэтому баба йога. А на ковре. Поэтому ковер самолет. Они в астрал выпадали. И когда она его обучила, она ему сказала следующее. Вот теперь слушай, меня внимательно сказала баба Ига. Кощей в каждом из нас спрятался. Причем в туловище. Он нашел самое огромное место. Туловище наше всегда тянет нас к греху. Поэтому тебе нужен меч-кладенец. Что такое меч-кладенец? Клад это знание на русском языке. Кладись знаний. А меч это оружие. Клад. Меч-кладенец это оружие знания. Вот теперь, когда ты вооружен знаниями, рассеки дело свое греховное. И там будет твое ментальное дело, сундук. Мысли твои. Ой, сколько греховных мыслей у каждого из нас накопилось в сундуке. Ломай сундук. Секи знаниями своими. Освободи душу. Утка вылетел. Душа твоя. Только душой ты можешь прикоснуться к законам космоса. Законы космоса всегда в русском народе были яйцо. Как на Пасхе. Это космос. Это космос. Это вселенная. Это матка, из которой все рождается. Прикаривай снизу душой к законам космоса. Мы их так забыли. Так подавили в себе, что они уместились в одной иголке. Иголка это последнее убежище бесов. Недаром говорят, посадить на иглу. Игла метод для того, чтобы сглазить первой. Чтобы порчу навести. Ломай иглу и отпусти свои природные законы. Истинные. Чистые. И тогда ты победишь Кощея в себе. Вот что она сказала. Иван все понял, сделал. Вернулся к бате. Говорит, батя. Вот что надо делать-то. А батя ничего не понял. Ничего. Он говорит, иголки всем переломать. Снести на агитационный пункт. Урны сделал. Чтобы каждый сломал иголки. В царстве все иголки переломали. А Кощей как и остался жить. Вот о чем русские скажут. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодня у нас в гостях дэнс-группа. Это ваши, скажем, подопечные. Можно так и говорить? Да, ученики нет. Они мои учителя. Они многому меня научили. Они из Томска. Ребята молодые. И пока такие мужики настоящие есть на нашей земле. Мы не все будем жить с утра до вечера в компьютере. Они прекрасно владеют компьютером. Но они говорят, что они танцоры. Они не танцоры. Нет, они говорят, что они танцуют брэгданс. Нет, это не брэгданс. Это вот они танцуют так, как они танцуются. Я хочу, поскольку здесь молодежь, а я все-таки ориентируюсь, перед тем, как представить, хочу сказать, да, они владеют компьютером. Компьютер должен быть в каждом доме. Бесспорно. Потому что молоток, вела, топор, везде должен быть. Всегда. Это инструмент, но жить в компьютере. Молодые люди. Нет такого человека на земле, который не смог бы овладеть компьютером. Самый тупой может овладеть. Это не признак крутости. Это просто надо уметь делать. А вот книги читать может не каждый. Вот это круто на самом деле. И ребята, которые выйдут на сцену, они книги читают. Они владеют компьютером, вот как я вам сказал. И в интернете пасутся, когда надо. Но не живут там, чтобы у них крошки скопились уже. В клавиатуре йогурт засох. Вот этого нет. Они нормальные, реальные люди. Почему я на этом заостряю внимание? Да потому что сегодня народилось поколение, которое считает, что вот там, они не знают законов природы, им там в компьютере хорошо, там внутри. Потому что там они умеют все. Они под чужими никами располагают чужие мысли, чужие фотографии. Говорят, что это они красавцы. Они могут оскорбить кого угодно под ником и поставить смайлик. Вот это чисто русское. Обматерить и смайлик. Поэтому им там хорошо. Потому что они боятся. Они выйдут на улицу, они вот то, что скажут, говорят в компьютере, там в интернете, они на улице не успеют смайлик поставить. Им так влобешник за звездячек сразу. Поэтому интернет уводит от классной, счастливой, реально счастливой реальной жизни. И я хочу вам представить ребят, которые реальные. Они всегда улыбаются. А у них не бывает. Они не грустнячат, не кислячат и не шапоглячат никогда. Это коллектив. Вы вообще готовы? Подождите, надо, знаете, что сделать? А, сейчас, сейчас, я понял. Сейчас, 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 минутку. Поперк надо убрать, потому что это мы им мешаем. Кто-нибудь уберите, это пока, а я буду отвлекать. Но самое главное, их заслуга, ребят, с которыми я три года выступал, ездил по России, и они были на гастролях в Прибалтике, в странах Балтии, заслуга их, что они воспитали молодой коллектив, детский коллектив. Павел Николаевич, сейчас выступать не юди, а их... Да я только что это говорю. Правительство. Послушайте, что я, я об этом и говорю. Она все время меня согнать хочет, она все время, она руководитель, она все время мною руководить хочет. А я никогда не руководился, я был с этим. Я это же и говорю. И ребята воспитывают молодых, вот в чем их заслуга. И мы начнем наше выступление, ну не наше выступление, я тут постою за кулисами, с выступлений их воспитанников. Вот это самое важное. С силе седьмых козленков. Выпрашивайте, они и так будут, что вы менеджеры. Это очень хорошо, что именно женщина занимается культурой здесь. Это правильно. Я хочу теперь сказать о том, как мы познакомились. Сейчас выступали ученики, а я вам представлю их учителей, старших их товарищей, друзей. Мы с ними познакомились на передаче «Минута славы». Меня случайно позвали туда, один раз больше меня никогда туда не приглашали, в жюри. И они мне так понравились, что я настоял просто, уговорил Маслякова, и мы передавили Толстую. Вы знаете, есть такая член жюри, я с ней все хорни. Она со мной не разговаривает, потому что я про нее сказал, что это сказочный персонаж, до которого не долетела стрела царевича. Поэтому она всех гнобит все время. Вот выступая светлые хорошие люди, она обязательно скажет гадость какую-нибудь броню. Хотя надо поддерживать. Ну и мне очень эти ребята понравились. Они как-то танцевали, вот свет от них шел прямо. И с тех пор мы действительно работали довольно много вместе. Ребята никогда не объедаются, поэтому в поездках обходились мне дешево. Ну, я точно не знаю, ну что они пишут стихи, снимают фильмы, интересные живут. Я говорю, они всегда в хорошем дострадении. И вот у меня супруга приехала, она говорит, я хоть пойду к Юде, потому что у тебя морда грустная, она мне говорит. А они всегда улыбаются. А они всегда улыбаются. Эй! А они всегда улыбаются. Эй! Эй! Еще раз я благодарю Елену Сергеевну за нашу встречу. Мы замечательно провели время. Ну, если что-то вам запомнилось из этого, благодарю вас. Ну вот, я уже вас поблагодарил и поблагодарил за эти чудные, признательные глаза. Потому что мы, вот я думаю, и вам было очень взаятно видеть эти глаза, которые обнадеживают. И дай Бог, чтобы так дальше взаимопонимание у вас было. Увидимся, когда будем строить дом Георгия Макеевича. Знаете, и низкий поклон Георгия Макеевича. Благодаря ему у нас замечательный день сегодня. И мы все встретились. Спасибо. 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 Спасибо.